МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три желания. Кулинарный шедевр, кулинарный шедевр, кулинарный шедевр. Только свежие, натуральные, качественные продукты. Такая качественная и натуральная. Все простое и вкусно. Все простое и вкусно. Вкусно и просто. Просто и вкусно. Просто. Действительно вкусно. Ну, мы снимаем, нет? Я готов. Кетчуп три желания. Встречайте в новой упаковке. Бонжорно, дорогие друзья. С вами любитель итальянской кухни Артем Евдокимов. А это значит магия кухни, а это значит время готовить. И сегодня у меня в гостях Татьяна Шувалова. Браво! Татьяна Шувалова. Талантливый художник, дизайнер, человек увлеченный и увлекающийся. Йога и духовные практики, музыка, сноуборд, коньки, разведение цветов. Это все она. Обожает путешествовать, открывать для себя страны, традиции, заводить новые знакомства и просто отдыхать от серых будней, наполняя свою жизнь впечатлениями. В этом году, 10 мая, в день рождения Татьяны прошла первая персональная выставка ее картин. Сейчас Татьяна является креативным продюсером проекта «Год талант Центральная Азия». Это ее дебют на ТВ и проект сразу будет идти на четыре страны. Надеемся, у Татьяны впереди еще много выставок, путешествий и новых проектов. Татьяна, ну, такой, знаете, секрет. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, какое шоу мы скоро будем лицезреть на наших экранах. Этой осенью на экраны четырех стран Центральной Азии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана выйдет шоу талантов «Год талант Централ Азия». Вау! Да. Это франшиза мирового шоу «Год талант», которое прошло уже больше, чем в 90 странах по всему миру. И в Казахстане, и в Центральной Азии оно запускается впервые. Отлично. Слушайте, ну а возрастные категории или весовые категории там какие-то предусмотрены? Отличительная черта этого шоу, в отличие от всех других, где только поют или танцуют, или специализируются на чем-то одном, то в этом шоу нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по роду талантов. То есть это может быть маленькая девочка или группа стариков, например. Или повар, который готовит. Можно так делать? Да, безусловно. Так, я буду, я готов. Главное – делать шоу. Я готов. Как у вас там все бюрократические схемы? Мы сейчас с вами все это обсудим. Есть ли у вас там коррупция или нет, или все все-таки будет по чесноку? Конечно, по-честному. Иначе интересно, это не будет интересно смотреть, если все наши участники будут чьими-то. Ну а как вы думаете, вот как мы там, не знаю, я помню, бабушка была, которая пела каким-то там свистом, да, она свистала, и повар, который сегодня готовит вкусную лазанью. Кому бы вы отдали предпочтение? Ну, смотрите, у нас будет много разных категорий артистов, и, соответственно, если у нас в шоу будет два фокусника, или два певца, или там три певца, то мы выбираем, конечно же, наиболее интересного. И более того, у нас участвует не только Казахстан, у нас участвуют все четыре страны. Поэтому отбирать мы будем по роду талантов, и в конце, в финале шоу будет зрительское голосование, то есть решают не только судьи, решают и зрители шоу. Дорогие друзья, смотрите меня в финале шоу Good Talent. Артем Евдокимов. Ну что, Татьяна, давайте готовить. Я думаю, сейчас вы оцените, давайте я буду первым участником, вы будете оценивать мой талант. Можете проходить туда, присаживаться и смотреть. Я, конечно, шучу, будем с вами готовить вместе. Готовим с вами очень простую, легкую лазанью. Прямо, знаете, практически всего того, что есть всегда дома. Дорогие друзья, дома у нас всегда есть масло-шедевр, которое не пенится, которое не имеет каких-то ненужных для нас запахов. И все мы будем готовить сегодня очень-очень вкусно, именно на масле-шедевр. Смотрите, пока я буду готовить соус болонез для нашей лазанни, вы можете взять сырок, взять вот это, знаете, да, как называется эта штучка? Это называется такая терочка. Натираем два вида сыра. Есть у нас пармезан, есть у нас моцарелла. Татьяна, вот этот пармезан, это моцарелла. Пармезан может и на мелкой терке. Мы можем смешивать? Да, мы смешиваем. Мы с вами все смешиваем. А пока, а пока вы сейчас будете натирать сыр, расскажите мне, пожалуйста, ну, все-таки вот эта идея этого шоу, вот на ваш взгляд, она актуальна? Ведь сейчас есть куча всевозможных каких-то, я не знаю, ну, там Украина, да, ищет таланта или там Казахстан? Это и есть то же самое шоу. А, это все то же самое. Да. И оно не теряет популярности. Например, в Британии выходит уже 14 сезон. Окей. О, это круто. То есть любая, абсолютно любая страна обладает большим количеством талантливых людей, причем гораздо интереснее, когда это не какие-то профессиональные уже сложившиеся артисты, да, а когда это... А когда это просто из народа. Люди из народа, люди из какой-нибудь глубинки, которые обладают такими уникальными, поразительными талантами, которые специально даже не придумаешь. Ну, а отборы-то уже идут? Да. Картинг уже идет? Сейчас уже идет отбор. Он был запущен в апреле. Ага. И продлится он где-то до июля месяца. Для того, чтобы стать участником, необходимо пройти процесс регистрации. Мы постарались его упростить максимально. Для этого нужно отправить заявку нам в социальных сетях или по номеру телефона плюс семь семьсот шестьсот двадцать четыре двадцать четыре. Ага. Так, записывайте, ребят. Повторяем еще раз. Плюс семь семьсот шестьсот двадцать четыре двадцать четыре. Мне кажется, уже все, у экранов никого нет. Уже все побежали звонить и говорят, мы умеем готовить лазанью. Писать. Нужно писать. Писать. Да. И отправлять нам видео со своим талантом. А вы сами будете участвовать или так нельзя? Нет. А если бы вы не принимали участие в организации, вы бы участвовали? А тем, кто не принимал участие в организации, можно участвовать всем. Но организаторам, их детям и прочим родственникам. А их друзьям-поварам? Я прям наклевываюсь, наклевываюсь. Может, все-таки у меня есть талант, который сможет заработать миллион? Может быть. Я думаю, что важно, важно не только умение хорошо там себя преподнести, ну, как свой талант, да, что ты вкусно готовишь, но и сделать это зрелищно. А, зрелищно, зрелищно. Потому что у участника, к примеру, всего минута. И за минуту он должен показать свой талант. Лазанья. Лазанья не проканает. Лазанья готовится минимум, дорогие друзья, минут 30-40. Ну, вот моя история по поводу лазанья. Я сегодня прям удивилась, когда мне сказали, что мы готовим именно ее. Ага. А был у меня один знакомый, который говорит мне, я очень люблю лазанью, но вот прям настолько, что если попадется та женщина, которая ее готовит идеально, я вот на ней женюсь. Вау. И он стал вашим мужем? Нет, конечно. То есть я прикинула в голове набор продуктов для лазанью, поняла, что, ну, никак она мне не нравится, но, понимаешь, я люблю челленджи. Ну, раз, то есть поставили такую задачу, научиться идеально готовить лазанью. Ага. Я, честно, пробовала раз в четыре. И это единственное блюдо, которое у меня не получается. Так, пробовала лазанью раза в четыре или пробовала готовить? Готовить лазанью раза в четыре, и у меня она категорически не получается. Поэтому я думаю, что, ну, вот должен же когда-то наступить справедливость, да? Ага. Ты знаешь, у меня очень много друзей, и один из моих друзей, это вот Евразия Food Corporation, они нам такой вот томат-пасту очень удобно. В небольших баночках дают, чтобы на один-два раза и долго-долго не стояло это в холодильнике. Вот я добавляю сюда в наши овощи, обжариваю томат-пасту, добавим сюда мы сейчас фарш, добавим сюда фарш, все это будем обжаривать, и добавим еще немножко помидоров. Дорогие друзья, я хочу сказать, что блюдо лазанья, в принципе, да, это все-таки чисто Италия. Готовят ее из теста, из пасты, которая называется лазанья, и паста, она готовится из муки твердых сортов пшеницы. Но у нас, у нас, у нас такая, знаете, наша жайма, которая готовится очень-очень быстро, я думаю, что будет очень вкусно. Хотя, на самом деле, я сам с таким тестом буду готовить впервые, но я постараюсь никого не подвести, ни себя, ни вас, ни наших дорогих телезрителей, которые будут сегодня готовить вместе с нами. Вот. Ну, ты знаешь, я думаю, что вот я не готовила тоже с этим тестом, я пробовала итальянское, не помогло. Не помогло. Да, я думаю, что наши окажутся лучше, по крайней мере, на бешбармак с ним отменный получается. Это значит, это не совсем бешбармак, а хотя, а хотя, в принципе, да, бешбармак, это бешбармак. Ребят, это мы готовим лазанья бешбармак. Здесь у нас... Локальная адаптация. Любая кухня должна проходить локальную адаптацию. Здесь мы уже обжарили лук, обжарили сельдерей, обжарили морковь на масле шедевр, добавили фарш, добавляем сейчас немножечко, вернее, не сейчас добавляем, а пока нарезаю я томаты, очень спелые, очень-очень вкусные. Сейчас они, посмотрите, какие прям они красивые, красивые. Ну, а вы, можно вот ли заглянуть в закулисье вашего шоу? Уже были какие-то кастинги, уже проходят они вовсю? Да, и мы получаем большое количество заявок. На данный момент по Казахстану прислали уже порядка 500 заявок. Так, а мы из всех других стран, мы больше всех талантливые или нет? Ну, по крайней мере, по активности мы пока самые активные. Дорогие друзья, дорогие казахстанцы, вы самые талантливые, самые активные жители Центральной Азии, потому что никто, кроме вас, так не проявляет активность в участии, нет, даже в кастинге для участия в Good Talent. Ну, вот, кстати, знаешь, мне хотелось бы отметить, что на данный момент все, кто прислали заявки по кастингу, это такие серьезные артисты, те, кто этим прям занимается. А это вот по чесноку или нет? По чесноку. Ну, так, а мы хотим видеть не только вот таких вот уже профессиональных и сложившихся артистов, ну, или, по крайней мере, тех, кто учится быть артистами, а людей с совершенно какими-то, ну, нетривиальными, скажем так, талантами, да, то есть это могут быть номера с животными. Ага. А животные профессиональные артисты? Конечно нет. Или тоже любители? Тоже любители. Но если у вас, например, собака отлично поет, бывают же такие. Если собака у вас отлично поет, дорогие друзья, то, в принципе, можно не участвовать в шоу, а можно уже идти прямиком и зарабатывать деньги. Да. Так. Кстати, победителю шоу положен денежный приз. А, вау! Конечно, что не просто так. Дорогие друзья, я пошел учить свою собаку петь. Я пошел учить свою собаку петь, пока у меня здесь все жарится, для того, чтобы получить денежный приз. Да. Значит, победитель от каждой страны получает 3 миллиона тенге. И главный победитель, которого выберут зрители среди всех четырех стран, получает приз в размере 10 миллионов тенге. Ого! Да, то есть это, в общем-то, те деньги, на которые можно начать карьеру. Ну, знаете, на 10 миллионов тенге, мне кажется, где-нибудь в глубинке Узбекистана можно, наверное, полпоселка купить. Да. Наверное, да. Хотя я знаю, в глубинке Казахстана, наверное, тоже можно полпоселка купить. Ну, слушайте, это круто, это мотивирует. Дорогие друзья, если у вас есть таланты, они у вас точно есть, мы ждем вас на кастинге, в шоу, для того, чтобы вы все-таки засветились и про ваш талант узнали все и везде. Татьяна, ну, а вот скажите, пожалуйста, вот у меня чисто такое любопытство, вот по каким категориям у вас будет? Ну, я вот понял, да, фокусники, там, повара, ну, хотя повара за минуту, наверное, вряд ли. А какие категории еще были? Хотя в мировом Good Talent был такой случай, когда участвовал повар. Ага. Ну, это... Потом он пришел ведущим на телеканал «Магия кухни». Это была смесь поварского искусства и, наверное, фаер-шоу такого, то есть. Но, тем не менее, опыт такой был в мировой практике. Соответственно, вот то, про что ты спросил, да, какие могут быть варианты, помимо основных. Я уже говорила, да, про там номера с животными, номера с детьми. Имейте в виду, что это не только танцы и не только пение. Это может быть какое-то актерское мастерство, да, какой-то совершенно оригинальный номер. То есть, вот, понимаешь, суть вообще шоу в том, чтобы не придумывать самим вот эти невероятные, да, потому что такое не придумаешь, а искать. И вот этим мы сейчас и занимаемся, что мы ищем вот таких вот уникальных людей. Возможно, человек играет не на одном инструменте, к примеру. А на двух. На двух, на трех, и еще у него ребенок с собакой, которая поет. Да. Я думаю, это человек обречен на успех. Татьяна, смотрите, у нас здесь уже тушится баллонез, он такой, знаете, красивый. У меня получился. Добавил я сюда сельдерей, лук, морковь, добавил немножечко любви, граммульчику любви добавил. Добавил сюда резаные помидорки. И теперь я добавляю сюда специи, соль, перец. И вот такой есть у меня букетик. Вот такой красивый букет. Спасибо большое компании GreenEco, которая заботится обо мне, обо моем здоровье и об нашей кухне. Здесь все у нас красиво должно быть, все полезно и все вкусно. Здесь у меня базилик. Здесь у меня чуть соли, чуть-чуть перчика. И вот я уже, знаете, я уже рассказал, и все-таки мне очень нравится, когда много базилика в итальянских блюдах. Я вот прям не стесняюсь его сюда вот так прям порву. Вот ты знаешь, кстати, базилик очень сложно вырастить в наших условиях. А вот можно советую у них спросить. Да. И поэтому очень удобно покупать именно в таких маленьких горшочках. Он долго сохраняет свежесть и не пропадает эта травка в течение длительного времени. Потому что когда мы готовим, мы же не весь кустик используем. И обычно зелень всегда пропадает. А здесь очень удобно, она отлично хранится в холодильнике. Да, это хорошая реклама. Значит, Татьяна, она пользуется все-таки продукцией компании GreenEco. Как у тебя с сыром дела? Почти готов. Так, почти готов. Видишь, я почти медитирую. Да отлично, слушай, ну ты не засни. Дорогие друзья, сыр обычно натирается гораздо больше, но Татьяне нравится процесс. Конечно, аккуратнее. Ей нравится процесс натирания. Так, что немаловажно, нужно попробовать на соль. Пробуем на соль. На соль мало, добавляю еще. Но помните, что мы добавляем еще пармезан. А он очень соленый. Сыр пармезан очень вкусный. И, ну, главное, конечно, не заиграться с ним. Ну что, как раз, дорогие друзья, сыр у нас натерт. Два вида сыра, пармезан и моцарелла. Готов у нас уже соус баллонез. Точнее, осталось, ну, две минутки до того момента, как он протушится. И мы приступим к приготовлению, к сбору нашей лазаньи. Ребят, наш баллонез готовится. Добавляю я сюда немножко вина. Вино у меня должно будет выпариться. И еще, и еще. Подайте, пожалуйста, мне красный соус. Уважаемые телезрители, у меня есть волшебный соус, который включает в себя 100% качество, 100% вкуса. Это томатный соус с базиликом. У меня уже здесь есть базилик, у меня уже здесь есть томат. Но этот соус сыграет определенно очень крутую, короче говоря, будет очень-очень вкусно, скажем так. Он будет гуще, правильно? Ну, гуще он не будет. Так, но будет очень вкусно. Добавляем. И все это дело у нас сейчас должно две минутки простоять и еще чуть-чуть потушиться. А пока тем временем я включаю свой аппарат на температуру 180 градусов. И подготавливаем формочку, где мы будем с вами собирать нашу лазанью. Разилик мы оставим пока на украшение. Здесь у нас как раз прям, значит, прям будет шикарно. Идеально подходит. Да, сколько слоев только мы с вами сделаем, не знаем. Но постараемся, чтобы все было вкусно, вкусно и вкусно. Татьяна, ну мы приступаем к самому интересному майонетру. Будем собирать нашу лазанью. Соус у нас готов. Готов и, дорогие друзья, в классической лазанне всегда идет второй соус, который называется бешамель. Мы его заменяем на немножечко другой соус. У нас будет лазанья с легким привкусом грибов. Мы берем три желания грибной соус и будем в каждый слой добавлять немножко нотку грибов. Приступим? Так, что будете делать вы, что буду делать я? Давайте я буду наливать соус. Вы сверху соуса подвигайте, пододвигайте к себе. Сверху соуса выкладывайте. Выкладывайте, кладем. Так, теперь, стоп. Нет. Теперь давайте соус. Прямо вот полосочку так трунь. Сейчас. Немножечко грибного соуса. Вот. Теперь сыр. Так, давайте сыр. Какой-то вот. Прямо руками, нет у нас чистые руки. Можно прям руками все это делать. Ну нет, все-таки. Не могу, да, будем делать так. Так, по каким-то причинам Татьяна не может это сделать руками. Так, все, достаточно. Закрывайте. Так. Добавляю еще соус. Так, закрываем еще соус. Немножечко грибного соуса. Три желания. Давайте сыр. Вы помните, да, у нас что-то здесь два вида сыра. У нас здесь пармезан и у нас здесь моцарелка. Ох, сколько. Шикарно просто. Так, давайте тесто. Сюда мы прямо поплотнее немножко. Вот здесь можно. Смотрите, если у нас немножко остается место, мы закрываем, да? Можем сделать так. Теперь опять же соус. И так у нас получается, это четвертый слой, правильно? Третий. Отлично. Ну, достаточно сытное блюдо. Достаточно сытное. То есть можно прям всю семью... Ну, знаете, с такой формочкой небольшой, конечно, всю семью мы не накормим с вами, но на двоих... Я поэтому и говорю, что оно вроде бы маленькое, но, наверное, очень сытное. Два-три человека может наесть. Да, смотря какая семья. Да, вы знаете, большая казахская семья такой маленькая кисешка из-под лазани не сможет наесть. Надо сразу противень. Да, сразу противень. Закрываем еще. Прямо побольше можно сюда тесто. Так. Вот такая красота у нас получается. И последний слой мы закрываем, заливаем соусом. Нет, этот уже не нужно нам. Только сыр. Да, только сыр. И сыра побольше, да? И сыра, знаете, да. Прям корочка такая, чтобы получилась у нас. Так. Красотиша! Да и только. Вы знаете, я думаю, что вот, если бы жалко, что вы на самом деле приняли участие в организации, мне кажется, из вас бы получился талантливый какой-нибудь кулинар, как вы сказали, фаер-шоу можно было бы. И я бы проголосовал за вас. Хотя, вы знаете, дорогие друзья, хоть я и, так сказать, любитель всяких шоу, но, наверное, все-таки я бы не голосовал. Потому что, я думаю, есть более компетентные люди, которые за всем за этим глядят, за всем за этим. Но это не мешает вам принимать участие. Ребят, старайтесь всегда. Безусловно, оценивают на первоначальных этапах жюри и специалисты. Но финалистов выбирают зрители. Отлично. Полуфиналистов и финалистов. Поэтому здесь как раз-таки решение не за каким-то одним человеком, а за большинством. Ну, мы как большинство голосуем за. Лазанья готова. Отправляем ее запекаться в заранее разогретый жарочный шкаф. Температура 180-190 градусов. И 15-20 минут будет готовиться наша лазанья. Не переключайте нас, дорогие друзья. Смотрите телеканал «Магия кухни». Очень приятно мне было сегодня готовить. Я узнала новый рецепт для себя. Я надеюсь, у меня получится это приготовить самостоятельно. Я попрошу еще раз записать рецептик. Спасибо «Магии кухни» за приглашение участвовать в съемках. Сегодня я научилась готовить то блюдо, которое я не умела никогда, оно у меня не получалось. Но вместе с профессиональным поваром я надеюсь, что я научилась и постараюсь повторить это дома. Спасибо большое «Магии кухни» за сегодняшние съемки. Три желания. Кулинарный шедевр. Кулинарный шедевр. Кулинарный шедевр. Только свежие, натуральные и качественные продукты. Только качественные и натуральные. Все простое и вкусно. Все простое и вкусно. Вкусно и просто. Просто и вкусно. Просто. Действительно вкусно. Ну мы снимаем, нет? Я готов. Кетчуп «Три желания». Встречайте в новой упаковке. Ребят, время подошло доставать нашу лазанью. А пока Татьяна, она с таким, знаете, бодрым вдохновением хочет сказать что-то специально для вас. Еще раз хочу призвать всех телезрителей не стесняться и присылать свои видеозаявки к нам на кастинг. Не обязательно обладать какими-то супервыдающимися талантами. Достаточно быть кем-то уникальным, кем-то интересным. Делать что-то, чего не делают другие. Поэтому не стесняйтесь и высылайте нам видео своего выступления в социальных сетях. Central Asia's Got Talent. Или на номера в мессенджерах. Плюс семь семьсот шестьсот двадцать четыре двадцать четыре. Ура! Ну а время доставать нашу лазанью. Она у нас, о, какой аромат, да? Прям Италия. Так. Я беру специальными прихваточками. Очень горячо. Кладем на досточку. И самый-самый последний момент. Это мы оформим красивые листики вот здесь у меня. О, знаете, у меня парочку красивых листиков есть. Я прям, знаете, так. Один сюда. И один вот сюда. Ребят, наш лазанья готова. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Вилочку. И, в принципе, как-то так. Ну, вы знаете, такое очень, достаточно калорийное блюдо у нас. Сытное. Получилось сытное блюдо. Так. Что мы здесь имеем? Очень много сыра. Ох ты. Вы знаете, я удивлен. Тесто не переварилось. Тесто получилось шикарным. Мне очень нравится. Форма у нас сохранилась. А как вам? Очень вкусно. Правда, горячее. Правда, горячее. Ну, знаете, горячее – это хорошо. Горячее сырым не бывает. Самое главное. Лазанья. Разогреть сковороду, налить немного растительного масла. Натереть два вида сыра. Пармезан на мелкой терке. Моцареллу на крупной. Смешать. Приготовить соус болоньезе. Репчатый лук мелко порубить, обжарить на растительном масле. Морковь нарезать кубиком, добавить к луку, перемешать. Сельдерей также нарезать мелкими кубиками, добавить к овощам, перемешать. Добавить в овощи столовую ложку томатной пасты, хорошо перемешать. Продолжать обжаривать в течение трех минут. Добавить фарш, хорошо перемешать, обжарить в течение пяти-семи минут. Помидор нарезать кубиком, добавить к фаршу с овощами, перемешать. Влить в сковороду немного воды. Немного протушить. Добавить соль, черный перец по вкусу. Листочки свежего базилика порвать и добавить фарш. Влить немного красного вина, выпарить. Добавить томатный соус базиликом, две-три столовые ложки. Все хорошо перемешать, продолжить тушить в течение двух-трех минут. Разогреть духовку до температуры 180 градусов. Собрать лазанью. Соус бешамель в лазанье мы заменим на грибной соус. На дно формы налить немного соуса болоньеза. Сверху выложить листы лазаньи, затем снова соус болоньеза. Затем немного грибного соуса и сыр. Повторить слои несколько раз до заполнения формы. Последний слой – соус болоньеза и сыр. Отправить форму в разогретую духовку на 30-40 минут. Украсить готовую лазанью листочками свежего базилика. Приятного аппетита! Дорогие телезрители, я рад был сегодня провести время с вами. Рад был сегодня приготовить с Татьяной вкуснейшую лазанью. И я говорю вам, готовьте вместе с вами, готовьте вместе с брендами «Три желания». Готовьте вместе с маслом «Шедевр». Сегодня в этой студии был я, Артем Евдокимов и Татьяна Шувалова. До скорых встреч! Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!